Привет, ребята! Продолжаем снимать обзоры на обитки и спортпитали. И сегодня у нас будет обзор на Power Tour, последний, который я нашел, из которых производят в России, это синий, да, вот, Black Current Energy. Значит, вот эти три обзора, вернее, три энергетика в обзоре у меня сняты на канале, и потом, после этого обзора, мне определенные подписчики начали говорить, что еще есть вот такой Power Tour. Соответственно, еще по тегам в Инстаграме, энергетическим тегам, которыми я увлекаюсь, я обнаружил действительно последний лот и нашел его. Ценник у всех бутылок примерно одинаковый, примерно от 40 до 50 рублей в различных магазинах стоит. Конкретно вот этот, я купил по 44 рубля в магазине Фасоль в Москве, вот. Ну и сейчас будем пробовать это все дело. Дизайн очень красивый стал. Также составчик я здесь смотрю, необычно немножко. Давайте все это дело посмотрим, да, и будем пробовать. Итак, вот здесь вот мы сразу видим, что здесь в составе у нас не просто кофеин, таурина, еще добавленный карнитин. Надпись Navy, да, Power Tour, красивый дизайнчик такой, да, Black Current Energy. А теперь давайте посмотрим состав. Состав у нас напиток, белокогурно-этонизирующий энергетический, который входит. А, вот тут даже написано, Power Tour, Navy, да. В состав входит вода, сахар, обликатор кислотности, лимонная кислота, цитрат натрия, ароматизаторы, таурин, кофеин, L-карнитин. Ну, вот три энергетических компонента, также консерват, бензоат натрия, сахарный колер 4, а 30 рубин. Ну, как-то вот так. На 100 мл продукта 12 грамм углеводов, подозреваю, что это все в виде сахара, естественно, и 50 ккал. Также указано, что у нас здесь содержание энергетических компонентов указано, это, кстати, хорошо. Смотрите, здесь у нас, опять же, на 100 мл продукта L-карнитина, менее 30 мг, кофеина, менее 30 мг и таульня, менее 80 грамм. Если еще раз повторю, смотрите, здесь, конечно, изготовитель у нас, их может быть несколько, то есть, да, производят на разных заводах. В зависимости от маркировки, либо Фонте Аква, да, Московская область, поселок Деденево, вот, либо еще где-то, да, тут у поселок Деденево. Странно. Ну, да ладно, в общем-то, понятно все. Значит, возвращаемся к обзорчику, да, смотрите, еще так, момент, у всех вот, ну, это мелочь по дизайну, да, у всех крышки, просто здесь крышка с надписью PowerTor, видно, да, все это было. Также проанализируя составы, смотрите, получается у нас PowerTor Navy, PowerTor Gold, да, по названию, PowerTor Black и PowerTor Red. Ну, я помню, оценки оставил, что самый вкусный, это Gold, очень мне понравился, Black немного поминалось по вкусу, терпимо стал, а Red это полная параша была. И по составу мы видим, что в Gold у нас просто кофеин-таурин, здесь тоже кофеин-таурин, и здесь кофеин-таурин, а здесь еще добавили рекорники, ну, уже неплохо, уже какое-то разнообразие есть. Ну что, давайте попробуем данное дело, и в конце, соответственно, сравним. Ну, бутылочка очень красивая, красивый дизайн, посмотрим, как выглядит, а выглядит у нас, смотрите, вообще, как винишко, другого совсем цвета. Ну что, давайте попробуем. Вы знаете, Чересчур сладкий. И вот он, заметно, я таких нарезков ненавижу, понимаете, он очень сладкий, как лимонад, он не кислый, не резкий такой, ну, вот реально, как лимонад, очень сладкий, и, не знаю, я не люблю такие сладкие нарезки. И даже эта сладость не особо вкусная, вы знаете, в отличие от красивого дизайна, Павер Тура, вкус что-то мне не нравится. Ну, 2 балла по вкусу. Так себе. Честно говоря, разочарован. Опять же, говорю, в сравнении с данными лотами, хуже будет только Ред. Сейчас помню, Ред ужасный вкус, тоже сладкий, ужасный, невкусный. Вот. Ну, Голд будет намного интереснее, ребят, это однозначно, это факт. Не понравился мне данный новый Павер Тура, хотя, выглядел красиво, я его давно искал. Ну, в коллекцию я его добавил, конечно, аналитическую, но разочарован. Очень разочарован. Ну, Голд это топовый, ребята. Я вот что-то уже подзабыл, блэковский вкус. Надо бы освежить это дело. И поставим места, соответственно. Ну, да. Блэков, конечно, не особо вкусный, но будет получше. Ну, что я могу сказать? Ребята, места определяются для чего были. Ну, это, конечно, Голдовый, самый обалденный, я считаю, такой тропический вкус, такой кисленький, резкий, неплохой, реально очень вкусный. Я его немного выпил. На втором месте пойдет блэк. Изначально, когда первый раз я попробовал давно, лет 10 назад, был дерьмовый, но вкусы менялись, и сейчас он, в принципе, неплохой. В принципе, неплохой. Третье место займет вот этот синий, соответственно, сладкий, не очень хороший. Ну, и четвертое, это Рец, вообще самый ужасный, который есть. Ну, да. Теперь, что могу сказать? Ну, то, что они расширяют свой состав, красивый дизайн, это молодцы, да, то есть, дизайн у них уже много раз менялся. Хвалю, молодцы, ребята, это правильно. Добавляют состава, добавили корнитин, да, там его, конечно, мало, толку, просто, понятно, но все равно, уже лучше, да, какой-то сдвиг идет. Не просто банальный кофеин творит, то есть, начинают расширять линейку, уже молодцы. Ну, что-то, знаете, мне лично не понравится, может, ему понравится, вот у меня знакомый тоже его пил, вроде, понравился ему. Слишком сладкий и не похож на энергетику, ну, реально, как лимонад какой-то. Мне такого не нравится. Поэтому я синему поставлю оценку два балла из пяти. Его пить можно, в принципе, пить можно. Не противный он сильно, но сладковатый чересчур. на так пить его можно. О, состав расширили, молодцы. Опять же, конечно, ничего там серьезно не изменилось, но все равно молодцы. Ну, и согласитесь, дизайн реально фантастический, дизайн очень красивый. То есть, кто, кто, дизайнера Павартура постарался, реально, очень красивый дизайн стал. Намного лучше, чем был, намного. Это, конечно, определенно крутые. Так что, что могу сказать? Не рекомендую, если вы не любите сильно сладкие напитки, да, особенно энергетические, но если вы любите сахарка побольше, сладкость, то я думаю, вам понравится. А мы на этом прощаемся. Спасибо за внимание. До новых встреч. Увидимся. Пока. Ребят, ничего лишнего, блядь.